Друзья, всем-всем добрый день! У нас уже час времени. Мы сегодня ездили там по делам, кое-какие у нас были. Сейчас приехали. Началась масленичная неделя. Я всех вас поздравляю с началом масленичной недели. На улице у нас такая хорошая погода. Сейчас покажу вам. Прям не погодка, а сказка. Да, Лиса? Вы посмотрите, как снежок падает красиво. Все туйки в снегу. Правда, Валере, единственное, тяжело убирать снег. А так прям красота, красота на улице. Белоснежная зимушка, зима наша российская. Печь блины всю неделю. Сейчас я тоже заведу блинчики. Ну, как всегда, молоко, яйца. Как обычно, сода, сахар, соль и всё. Можно, я обычно ещё ложу туда ложки-две сметаны. Хоть они тогда мягче становятся. Прям можно губами откусить. Хоть у нас и каждое утро блины, потому что у меня внучки. Каждое утро у меня. Поэтому, ну, всё равно, когда масленица, когда идёт эта неделя, вот, какие-то они блины, всё равно какие-то прям такие вкусные кажутся. Такие прям мягенькие, такие ароматненькие. В общем, сейчас начинаю заводить блинчики. У нас Алиска что-то начала кашлять. И вот мы с ней сейчас мотались в этот, ведь, лечебницу. Как наблюдает, видите, как она наблюдает. Хвостиком, хвостиком своим машет. Алис, красота, да? Алис, красота? Красота. Закашлялась. Так, периодичностью. Не так сильно и кашляла. Вот повезли ведь лечебницу. Дали от глистов таблетки. Сказали, пропоите. Это может быть глисты. Ну, и сразу давление ей померили. И температуру смерили. И прослушали. Я говорю, Алиска, смеёмся с девчонками. Я говорю, надо было камеру взять, всё. Говорю, поснимать, как тут тебя обследуют. Говорю, я так не обследуюсь, как ты. Давление 150... Ой, 140 на 80, сказали. Нормальное. Температура 39, сказали. Ну, до 39 там было. Тоже сказали нормально. У мейн-кунов так и должно быть. Вот, в общем, давление померили, температуру померили. Сердечко послушали. Сказали, сердце работает отлично. Потому что у мейн-кунов бывают проблемы с сердцем. И с поджелудочной железой. И с суставами. В общем, ну, сказали, что кошечка здоровая. Дали таблетку нам за 60 рублей от глистов. Там же прям ей дали ей. А вторую через 10 дней я выкупила. И сказали пропоить через 10 дней. В общем, все вот это удовольствие мне обошлось в 520 рублей. Вот. В общем, вот по таким делам мы сегодня мотались. Отвезли Веронику в школу. И вот только сейчас время часа мы только приехали. Так, ну что ж. Разводим блины. Два яйца я обычно. И побольше молочка. Ну, вот такую прям большую крошечку беру. Кружечка тут у меня прям красивая с петушками. Так, разбиваю два яичка вилочкой. Чуть-чуть солички. Сахарку чуть-чуть добавляю. Потому что если много сахара, они потом горят. Так, быстро надо мне все сделать сегодня. Блинов нажарить, потом мясо пожарить. У меня непредвиденная поездка. Мой любимый город. Мне нужно срочно уехать к детям. Потому что такие у них там обстоятельства сложились. Им нужно уехать вдвоем. Детей не с кем оставить. Поэтому я еду сидеть буду с детьми. Дети там уже взрослые. Внучке у меня будет 15 лет ей. А внуку 9 лет. Так что больше они будут со мной сидеть. Ухаживать за мной, чем я за ними. Так. Ну, в общем, у меня там Алиска что-то буянет. Чуть-чуть сахарку. Вот прям буквально чайную ложечку. Вот не больше. Вот рассыпала. Целоваться буду при встрече. Все, я вводим тесто. Муку добавляю. Здесь у меня уже начинка готова. Я пожарила с утра уже фарш. С лучком обжарила, видите. Потом я еще здесь... Не сегодня, правда, а вчера. Яблочки свежие. С сахаром тоже притомила. Как правильно? Карамелизовала. О, каким я кулинарным словом выразилась. Ну, в общем, и творог. С тремя начинками. Сейчас наделаю. Валере, надо оставить побольше еды. Там котлеты, пельмени. Вот муку я добавила. Сейчас оно... Комочки разойдутся. И потом я уже... Вай-вай-вай, ты куда упала у меня? Вот что значит тороплюсь. Сейчас масло растительное. Раз, два, две ложечки. Так. И соды не забыть. Соды чуть-чуть. Так, и я всегда добавляю... Добавляю я всегда сметану. Сметану добавляю, чтобы были такие нежные-нежные. У меня тут вот немножко есть. Где-то, наверное, со столовой ложку хватит. Все. Вот так вот. Сейчас разойдется тесто. И я начну выпекать и фаршировать. Ну, нам, бабушкам, только скажи слово фас. Мы вперед паровоза побежим. Так что вот сейчас быстро все-все делаю, переделываю. И все. И поехала я. Бегаю, как угорелая. Даже еще сумку не собирала. Побросала, в общем, там... Такой рюкзак, не рюкзак. Сумка дорожная, маленькая такая. Все-все побросала рядом. Ну, думаю, потом все гамузом... Закрыла замки на себя, куртку, штаны походные. И все, и вперед. Ехать мне недолго. 14 часов как раз поезд в ночь идет. Так что утром встала, проснулась, умылась. Кофе попила, и все, и уже я там. Специально, девочки, взяла большую сковородку, чтобы побыстрее. Да, и когда большие блины, туда хоть какую-то начинку можно затолкать. А когда маленькие блинчики, что-то вот такие пиндюрочные, в них там ничего и не помещается. Так, ну дай бог, чтобы получились наши солнышки, наши блинчики. Красивые, румяные. В дырочку. Вроде бы отстает хорошо. Буду складывать не на тарелку, а вот сюда, вот на полотенце. Девочка, чтобы они не были влажные у меня. Так, все, первый готов. Все, девочки, я отключаюсь, потом включусь, когда уже начну фаршировать. Алиска вроде бы перестала кашлять. Не знаю, как у нее тут будут дела без меня. Конечно, хоть бы она поправилась, восстановилась. Да, Алиса? Алиса? Алисочка. Алиса, ты не смотришь? Ты что, обиделась, что я тебя бросаю, да? Моя маленькая девочка. Моя красоточка. Доктор сказал убрать все цветы, если рядом с ней цветы находятся. Майн-куны, они не любят никаких цветов. Для них это отрава. Видите, сколько много всяких нюансов в содержании Майн-кунов. А мы ничего не знали. Вот купили нам дети. Как есть, так и есть. Как растет, так и растет. Оказывается, не тут-то было. Не так-то было. Масленицу должно быть все вкусно, жирненько. Вот такая у меня, видите, ступочка получилась блинчиков. Вот. Все, начинаю я фаршировать. Мясо у меня тут потушилось прям хорошо с лучком. Я присолила его. Прям вкусный такой фаршик получился. Все так вот конвертиком, конвертиком на сковородочку. Отдельно смазывать я маслицем сливочным не буду. А то будет очень-очень жирно. Потому что здесь еще и фарш у меня такой, знаете, курица с уточкой напополам с домашним фарш. Так что вот так вот. И так-то жирно будет. Ну ладно. Масленица. Один раз в год. Как там в мультике. Вот и масленица пришла. И нету. Я сж А вот и масленица. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас покажу, какое я вчера мясо приготовила, пожарила в мультиварке. Такое тоже получилось мягкое, мягкое. Отстает прям от косточек. Продолжение следует... Ну всё, блинов напекла, мясо нажарила. Надеюсь, что у меня здесь Валера не останется голодной без меня. А я пошла собираться. Буду собираться уже. Всё там надо не забыть и лекарства. Ой, ну такое всё основное. Паспорт, карточку, где деньги лежат. В общем, всё-всё самое необходимое. Всё готово. Поезд наш, он уже приезжал. Едет, едет потихоньку. Прям ползёт, ползёт. Прям крадётся. Один раз так промчался, что аж до Муромского моста бежали. А сегодня, по-сегодня, прям потихоньку едет. Догонять не придётся. Вот он, наш родимый троллейбус. Трамвай. Ну всё, поехала я. Счастливой мне дороги. Счастливой мне дороги.